Здарова, народ! С вами Гамбит, мы снова возвращаемся в карьеру за Blackburn Rovers. Пираты располагаются на четвертом месте, тут уже некоторые команды сыграли по 17 матчей. Ливерпуль стал лидером, интересно, возможно, кто-то Ливерпуль сыграл с Тоттенхэм. Ну-ка, подожди. 44 очка набирает Ливерпуль, Тоттенхэм 43, Сити 35. Если мы сейчас обыграем Волверхамптон, то мы поднимаемся на третье место. Так, мне прям любопытно, Сити, Тоттенхэм, они сыграли 1-1. Вот, а Ливерпуль, судя по всему, в какой-то невероятной борьбе на виллопарке обыграл местную Астонвиллу 3-4. Давайте перемещаться к календарю, у нас в этом выпуске очень интересные матчи. Волверхамптон, также у нас матч на кубок с Манчестер Сити. Дома мы сыграем с Эвертоном и заключительный матч с Дерби Каунти. Вот такие нас ожидают матчи. Все, я думаю, будут матчи непростые. Но, может быть, за исключением с Дерби. Хотя, тоже не стоит расслабляться, потому что мы играем на выезде. Мы перемещаемся на матч с Волверхамптоном, играем на выезде. Будем играть под Ливень. Состав и расстановка Волков. Расстановка 5-2-3. По составу Кутроны, Адамат Рауре, Дэндокер, Фред. Ну, это Фред из Манчестер Юна, ты перешел, интересно. Кабок, Сэмэдэ, Патрисио. Ну, составчик очень даже ничего. По составу Блэкберн Роверс есть небольшие изменения. Слушайте, ну Бендер, наверное, нужно давать отдыхать. А лучше, наверное, в зиме трансферное окно приобрести какого-нибудь опорника. Я склоняюсь к Скотту МакТоминой. Но он стоит очень много. Так вот, по составу у нас есть небольшие изменения, это связано с Харуто Беллисом. Потихоньку я ратирую все-таки центры защиты и вышел у нас опять в основе Майер. Английская премьер-лига, Фолвер и Хэмптон, Блэкберн Роверс, матч начинается. Блэкберн Роверс преследует лидеров, борется за попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Адама Трауре сейчас сразу же чуть не упал. Сэмэдо очень хорошие фланги. Сэмэдо и Трауре, это скорость, это мощь. Трауре, Сэмэдо. Сэмэдо. Держим, держим, держим. Стартовый натиск, стартовый натиск. Армстронг. Эх, не прошла передача, спокойно. Фендер. И вот передача на Кента, Райн Кент. Очень может быть здорово, очень может быть здорово, ребят. Я не хотел ничего говорить, потому что обычно я сам себе под руку говорю, Карамоко Дембеле 0.1. Прошла эта передача, точнёхонькая передача, просто тоненькая. Я не знаю, как ниточка. Её сделал кто? Правильно, Джеймс Мэдисон. Именно для этого мы его приобретали за такие огромные деньги. Он развернулся, и вот посмотрите, какая передача. Ну и всё-таки не без доли везения, я считаю. Фатрисио был бессилен. И снова Карамоко Дембеле. Восьмой гол. Одиннадцатого номера. Отличное начало. Быстрое, хорошее начало для нашей команды. Фред, хорошая передача. Фред, Кутроны. Пока мы Кутрона не держим, а вот это мы сделали зря. Нам сейчас повезло. К Майером я выходил сразу же, нажимал на Y. И на эту 1-1. Майер, конечно, я не знаю, почему у них такой разбег в скиле. У Кёнинга 79, у Майера 75. Но как будто у Кёнинга, я не знаю, как он играет, 85, а у Майера 75. Вот честно. Настолько ужасно бывает, Майер играет. Особенно в последних матчах. Вот в этом эпизоде, ну, как бы просто решито. Бендер. Вот сейчас может. Вот сейчас, вот сейчас на Нямбе. И удар в дальние. А вот как-то Армстронг не пошел на этот мяч. 1-1. 1-1. И как же здорово огрызается Волверхэмптон. Все благодаря в линии обороны пятизащитникам. И сразу же передача на Нямбе. Можно отдать передачу на Карамоко Дембеле. Карамоко Дембеле побороться, друг. Нифига. Нет. Вот сейчас, может быть, что-то придумают. И мы придумаем гол. И мы придумаем гол. Не зря Карамоко поборолся. И у нас 1-2. Прессинг дает свои плоды. И снова Армстронг просто расстрелял. Галкипер даже никак не отреагировал. Давайте посмотрим. Как говорится, ничего не предвещало беды. Обычно мы так косячим. Помешал там Карамоко. Да, действительно, он помешал. Возможно, был какой-то непонятный там рикошет. И сразу же мы накрыли. Нямбе, передача на свеженького Нельсона. Нельсон. Сохраняет мяч. Ой-ой-ой, только бы забить. Это же было бы что-то невероятное. Как же Грант вырезал. 1-2. Очень потный был матч. Очень было сложно играть против Волверхамптона. Ну, а в принципе, все матчи такие на тоненького. Не все дается нам легко. У нас на очереди Кубак Английской Лиги. И это, на секундочку, ребят, четверть финал. И встречаемся мы на Дихаде с Манчестер Сити. Ну что, а у нас в сопернике, кстати, Генг. Так давайте-ка, наверное, думаю, ребят, все-таки посмотрим расписание плей-офф не только Лиги Европы, но и Лиги Чемпионов. Ну и будем перемещаться на матч с Манчестер Сити. Поехали. Давайте интересные прям пары выделим. Ну, тут пока ничего интересного. Севиля Байер. Вот это уже поинтереснее. Порто, Реал Соседа, Тандерлик, Берлин. Герта, собственно, Аякс, Брага. ПСВ, Интер, Спартак, Москва, Волверхэмптон, Виктория Генрайш, Базили, Ювентус. Так. Рома, Айнтракта, Монако, Челси, Бешекташ, Лейпциг, Петис, Рапид. Ну, вот такие вот, ребят, у нас пары. 1-16 финала. По Лиге Чемпионов. Тут что? Вилья Реал, Ливерпуль, ПСЖ Мачестер Юнайтед, Наполи, Лион, Милан, Барселона, Арсенал, Бавария, Дортмунская Барусь, Мачестер Сити, Атлетика Мадрид, Лацо и Лиссабонский Спортинг встретиться с Мадридским Реалом. По составу, друзья, Сити. Бендер у нас устал, знатно устал. Нужно что-то придумывать уже в трансферное окно. Иммобили, Арахим Стерлинг, Васкес, Фоден, Смит, Дебрюйне, Лапорт, Айки, Канцел, Эдерсон и Томас. Кто за Томас нальем в фланге защиты? Я без понятия. У нас Кёнинг вернулся и вернулся норвежец Айр. Кубок английской лиги, четвертьфинал Манчестер Сити. Принимает у себя дома Блэкбарн Роверс. Матч уже начинается. Ну, фаворит понятен. В любом случае, какой бы Блэкбарн Роверс ни был, всегда будет фаворит Сити. А вот здесь, конечно, мы начудили. Начудили. Хороший прессинг. Кёнинг нас выручает. Кент. И вот сразу передача на Армстронга. Я увидел, Адам. Отлично. Я не хотел отдавать передачу на Карамага Добеле. Я помню, в каком-то матче. Кент тогда убегал 1 на 1. Отдал передачу на Нельсона. И там что-то невнятное у нас получилось. 1-0. 1-0. Мы забиваем. И великолепное исполнение. В нижней. Красиво. Технично. Лапорт был бессилен. Ну как же стартует наш капитан. Я только за ним и слежу. 19-я минута. Мы выдержали этот стартовый натиск горожан. И повели в счете. Ох, вот это что-то невероятное. Рахим Стерлинг может быть опасно. Кёнинг не выручает. Ну там... Кёнинг мог просто выручить. Только вот так. Мы могли накрыть. У нас не получилось. Передача от Кейбина Дебрюйна. Это отдельный вид искусства. Еще один удар в ближний угол. АТ-Мобили. Пытается сразу же нас прихватить. Ой-ой-ой-ой-ой. Как бы нам не пропустить. Кёнинг. Ребят, у нас Сити нас конечно разрывает. Сити сейчас на голову сильнее. Не только по исполнителям, но и по игре. Прострел на ближнюю штангу. Хо-хо-хо. Вот это контратака. Вот это передача. Так, ну что, после первого тайма 1-1 по игре, ну Сити должен был уже нам 3, наверное, забить. Большое спасибо Кёнингу. Он действительно красавец. Ну мы пока выдержим. Не знаю, надолго нас хватит или нет. Но будем биться. И вот, например, передача пошла на Армстронга. Адам. Эх, немного, мне кажется, перемудрил. Нужно было уходить от Лапорта и уже, так сказать, в лоб. И вот сразу же на Армстронга. Адам. Карамоко. Адам. Слётау. Поспешил. Мы ждём своего шанса. По-прежнему 1-1. А Сити-то подустал, повторюсь, ребят. И неплохо так подустал. Подача в штрафную. И в ближний. Очень долго я пытался в одно касание пробить. Потому что, ну, как бы, останавливать и бить в этой ФИФе, это вообще бессмыслица. И вот посмотрите, какая потрясающая передача Карамоко Дембеле. Карамоко Дембеле. Прострел на дальнюю. Прострел на дальнюю. И мы своего добиваемся. Мы делаем счёт. 1-2. И я не знаю, что там нужно будет сделать в матче Ассер Сити. Они отдали все силы. После 60-го минуты они вообще уже не бежали. Ну, посмотрите. Ну, еле-еле язык на плечо. А у наших-то фланговых с выносливостью всё хорошо. Я её прокачивал. То есть, ну, скорость, выносливость. Это основа наших нападающих. Ну, и, понятное дело, завершение. Кевин Дебрюна. Опять перехват. Опять прессинг. И удар Кевина Дебрюна. Всё-таки они прессингуют и прессингуют. У нас вышел свеженький Нельсон. Будут разыгрывать. Нет, пошла подача штрафной. Грант. Просто выбивая мяч, ребят. Это что-то невероятное. Мы действительно смотрелись по игре хуже. Но самое главное, это счёт на табло. Сразу вспомнил матч. Чемпионаты Европы, Бельгия, Португалия. По моментам нам должны были забивать, ну, не знаю. Ну, четыре, наверное. Слушайте, ребят. Ну, нам повезло. Мы в Кубке Английской Лиги действительно попали на Фулхэм. А Челси сыграет с Ливерпуля. Вот такие вот дела. У нас большие шансы. У нас просто громаднейшие шансы. Чтобы попасть в финал Кубка Английской Лиги. Мы сразу же, ребят, перемещаемся на матч с Эвертоном по составу Эвертона. У них Уильямс. Это, скорее всего, Ньяки Беллимс. Александр Головин. Алан Скотт Мактомин. Парень, которым я сейчас интересуюсь. В опорную зону подошёл бы просто идеально. Для нашей команды Динь, Ере, Стракоша защищает ворота. Состав очень неплохой. Давайте перемещаться к матчу. Английская премьер-лига Блэкберн Роверс Эвертон. Прошлый свой матч подопеченный Алана Ширера просто в какой-то невероятной битве. Обыграли Сити. Это был Кубок Английской Лиги. Очень много оставили сил. Отбивались от подопечных Пепе Гвардиолы. Но вот сейчас Эвертон ещё. Так что Эвертон может, знаете, добить нашу команду. Которую уже подустала. Опять же повторюсь знатно. Но вот там Нямбэ так хорошо забегал. Ой, какая могла быть потрясающая комбинация. По итогу это Уильямс. А какой Уильямс я таки не понял. Неужели это Ньяки? Так, Кинг тем временем набирая скорость норвежец. Кинг. И у нас угловой Александр Головин. Мастер стандартов. Я так понял, у Эвертона подача. И вот, собственно, за второй попытки мы пропускаем. 0-1. Так, в каждом выпуске, я так понял, уже стабильно мы пропускаем. Углового Александра Головин. Потрясающая передача. И снова Иерн не добирается до мяча. Ричардс. Очень много, очень много свободного места. Ричардс. Арттронг не рискует, но его съедает. Кент. Неплохо. Неплохо. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Передача, конечно, с подбросом. Это пиашники здорово придумали. Вот в таких вот ситуациях они проходят. 1-1. Ух, как хорошо. Все, начинается. Тихо-тихо. Давненько. Я не помню, чтобы так нас раскатывали. Скотт МакТомин. И проходит. Такой здоровенный опорник. Проходит. И Гипс Уайт набирает скорость. Гипс Уайт. Передача на Карамоко Добеле. Вот и наш, наш выход. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. В исполнении Балайк Барн Роверс. Ну и, конечно, хочу отметить потрясающую технику. Карамоко Добеле. В этот раз мы никуда не попали. Под никуда я, конечно, подразумеваю защитников наших соперников. Карамоко Добеле технично остановил. И Кен. Точнёхонько. Вот только туда нужно было бить, чтобы забить. Ребят, только туда. Именно в дальний угол. Ещё и подпрыгнул Армстрог. Молочага. Капитан. Иняки Уильямс. Это был действительно Иняки Уильямс. Я вообще не видел. И выходит. Первый мир Абамиянг. Это Александр Головин. Головин хорошо переложил. И нельзя давать бить. И он бьёт. Но Кёнинг останавливает. Останавливает Головина. Не даёт ему голевой передачи ещё записать в протокол. Забитый мяч. Может быть очень опасно. Может быть очень опасно. И мать его Харкин. Вышел и... Блин. Ну и что поделать. Сразу выходит Гомыш. К мячу подходит Кинг. Кёнинг! Кёнинг потерял. Сначала ворота мне показалось. Красавец просто. Всё, друзья. 2-1. Кёнинг. Герой этого матча. Вот это да, ребята. И снова 2-1. И снова минимальная победа. Ух, вот это да. У нас заключительный матч в этом выпуске. Мы сыграем с Дерри. Дерри Беккаунтинг располагается на 19 месте. Если вдруг, не дай бог, мы уступим этой команде. Во-первых, я буду очень жёстко бомбить. А во-вторых, мы всё равно останемся в тройке. Тоттенхэм уступил в принципиальном матче Ливерпулю со счётом 3-2 и потерпел своё первое поражение. Ливерпуль 44 мяча. Команда, которая забила больше всех. Вот так вот. Ливерпуль сейчас укрепил своё лидерство. Занимает первое место. Повторюсь. И, собственно, 47 мячков. Как вы можете заметить. Лучший бомбардир. Кейн. 15 забитых мячей. Но вот сейчас у Армстронга есть хорошая возможность догнать. Болиста сборной Англии. У нас есть небольшие изменения. Это связано с Гипсом Вайтом. Да, он сейчас у нас вообще играет опорника. Минус 9. Но я иду на такие риски. Кларк. На правом флаге защиты я не понимаю, почему у него минус 3. Хотя он номинально и правый, и левый защитник, и центральный. Кёнинг у нас играет в основе. Я не хочу выпускать в этом выпуске опять Майера. Он уже своё отыграл. Нельсон у нас играет в основе по составу Дерби. Ну что? Нужно обыгрывать. Что тут говорить по составу? Тут особо-то выделить некого. Съедают. Гипсуайт хорошая передача Ричардс. Нельсон, врывайся. Штрафной Нельсон. Удар в дальний угол. И вот такое потрясающее начало. Очень спокойное начало. Дыра была в обороне. И Нельсон этой дырой, если можно так сказать, воспользовался по полной программе. А 1-0. Выходим вперёд. Закалённый уже футбольный клуб Blackburn Rovers. В последних выпусках очень плотно, конечно. Все победы минимальные. Все такие, знаете, валидольные матчи. Особенно это касается последнего и матча с Матчестер Сити. Посмотрите, после матча вообще Кёниг затащил просто. И вот посмотрите, какое хорошее открывание Кларк. Кларк удар в дальний угол. И у нас 0-2. Молодой Кларк забивает. Оборона Дерби. Это вам не оборона Сити. И уж тем более не оборона лондонского Тоттенхэма. Опять же, мы уже закалены. Закалённые в этом плане, что уже... Такие команды нам пока даются очень просто. Нельсон сохраняет мяч. Подключение Ричардса. Ричардс. И удар Нельсона. Ещё одна штанга. И пенальти. И пенальти, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, жёлтая карточка. Ну конечно, Карамоку был сбит. К мячу подходит Мэдисон. И делает счёт 3-0. Джеймс Мэдисон. Забивает. Не попали мы, конечно, в тайминг, как я хотел. Но жёлтый тоже неплохо. Гал Кейпер сопроводил только взглядом этот удар. Пробил спокойно. Ой, какая хорошая передача. Армстронг должен, должен забивать. Как же так перекрыл защитник? Переключился с Карамоку Дембеле на Армстронга. И Адаму приходилось только наносить удар со средней дистанции. У нас угловой Мэдисон у мяча. Подача. Скидка. Не получится. Вперёд на про фланг. Кларк. Карамоку. И вот передача на Карамоку Дембеле. В сайда никакого нет. Карамоку Дембеле устремляется. Прострел на дальнюю. И здесь Нельсона оформляет дубль. Рис Нельсон. 0-4. Ох, как могло быть здорово. Из глубины гипсвайт набегал. Но нужно возвращаться обратно. Передача пошла уже от Дерби. Атака потрясающая. Ну вот здесь вот Феррейра быстренько счёт размочил. 1-4. Ну, тут без шансов. Кларк. Карамоку. Раз же передача. И вот-вот я вижу. Прострел от Дембеле. Карамоку Дембеле. Красавец. Сарумстрон, кстати, у нас сместился на центр форварда. Сейчас у нас центральный нападающий. Это Дэнс Гарлетт и 1-5. По-моему, три мяча мы таких забили. Или два. Не знаю. Надо будет посмотреть статистику после матча. Сколько дал голливый передач Карамоку Дембеле. Великолепная комбинация. У Карамоку сил хоть отбавляет. Ну, здесь был шанс. Угол кейпера, чтобы достать. Ну, здесь Кларк уже немного подустал. И снова атака через левый фланг. Как будто знают, что нужно играть через левый фланг. Именно там у нас, точнее, с нашей стороны на правом располагается Кларк. Но его подстраховал. Ох, как жестко. Перейра, он уже отличился, напомню, ребят. Ой-ой-ой, как здорово. Но мы все-таки не даем. Скарлетт. Еще передача. Это просто это унижение. 1-6. Армстронг, дубль. Можно было и Карамоку забивать, но Карамоку, по-моему, уже хитрик из Голлива передач. Себе соорудил. Сейчас посмотрим. Сзади издали, посмотрите, да? Ричардса и Дембеле можно перепутать. 1-6. 15-й гол Капитана. И удар Кьюнинг на последнем рубеже великолепен. Возможно, это последний шанс для Дерби Каунти. Подача. Высоченная подача. Просто выбиваем мяч. Финальный свисток. Разгром. 6-1. Блэкборн, Робертс. Блэкборн сильнее. Дублем отметились Нельсон и Адам Армстронг. Так, по мячам. Ну, понятно. Адам 2. Мэдисон 1. Кларк 1. Кипс Вайт 0. Нельсон 2. По голевым передачам. Дембеле 4. Мать его, голевые передачи. И 1 отдал Ричардс. Вот так вот. Ну что, друзья, на такой просто феноменальной ноте мы завершаем этот выпуск. Мы потихоньку начинаем догонять и Тоттенхэм. У Тоттенхэма 46, у нас 44 очка. Еще вся борьба. Насчет чемпионства не знаю. Все равно, хоть и разрыв всего 6 очков. Вот за Лигу чемпионов еще битва будет, я уверен, серьезная. Давайте перейдем в списку бомбардиров. Кейн 16. У Армстронга 15. А что насчет ассистентов? Карамоко Дембеле. После этого покера по голевым передачам вырывается на первое место. До этого у него было тоже 7 голевых передач. Головин 7. Лопес тоже 7. Теоголь Кантра 6. Кто еще из наших тут? Бендер 4. Обалдеть. Ну что, друзья. Не забывайте подписываться. С вами был Гамбит. Всем удачи. Пока-пока.